Разбитые парки отдыха, учебные заведения и жилые массивы. Более пяти месяцев россияне атакуют Бахмут в Донецкой области. Попытки прорвать оборону украинской армии делают как минимум в двух направлениях, обстреливая позиции вооруженных сил Украины из артиллерии, минометов, применяя авиацию. Атакуют россияне и сам город. Здесь каждый день появляются новые разрушения. В Бахмуте ещё работает несколько торговых точек. А на сгоревшем от российских обстрелов в городском рынке можно встретить местных фермеров. Не все спешат эвакуироваться. Однако есть и те, кто принял решение выехать, потому что уже лишился дома. В другом месте сегодня приехал, а то полдома нет. И всё. Я туда даже забоялся заходить, кое-что высарапал. И решили эвакуироваться? Да ну конечно, а мне некуда возвращаться сегодня уже. Мне вот 9-го как раз будет только день рождения, 60 лет. Не дожил. Вернее, дожил, но в плохом. Плохой период. Жильё Александра уже дважды попадало под обстрелы. После первого ещё в мае пенсионер получил инсульт. А второй раз – осколочное ранение. Говорит, на него просто упала стена. Рядом помощи не было. Выбирался самостоятельно. Вот, вон над моим козырьком. Сюда стенка на меня упала. Я с котом еле успел выскочить. Я не ходил сюда, конечно, в то время. Било раз в пять сюда. Вот сюда, если вам интересно. Теперь Александр живёт в подвале, как и тысячи других жителей прифронтового Бахмута. Здесь тишины не бывает даже днём. В минувшем месяце в результате российских атак в городе погибли 40 мирных жителей. Ещё десятки получили ранения. Алена Грамова из Донецкой области. Для телеканала Freedom.